Гильдия ремесленников Чуваши отмечает круглую дату. Вот уже 15 лет мастера художественных промыслов сохраняют и приумножают народные традиции. Лучшие из них сегодня чествовали в Торгово-промышленной палате республики. Здесь видите, само полотно, цельное, идет вот, цельное полотно, как бы полотенчатое. Здесь нет ни заплаток, ни чего, просто целиком идет. Дизайнер Нина Наумова показывает, как задумки воплощаются в жизнь. Этот национальный костюм на ее счету восьмой. Над его созданием трудились ткачейки, вышивальщицы, мастерицы бесероплетения. Все участники гильдии ремесленников, которые объединяют более 400 человек. Гильдия мастеров – это как сердце такой большой саморемесленной организации. Любой народ, если он сохраняет свою культуру, он живет в настоящем, прошлом и будущем. Понимаете, только творчество, оно развивает человека. Потому что в творчестве человек не стареет, он молодеет. Гончарное искусство, лозоплетение, ткачество и вышивка. Ремесла в республике живут веками. И с течением времени они становятся разнообразнее. На ряду с традиционными ремеслами мастера успешно осваивают и новые направления. Такие как фьюзинг – это художественное изготовление изделий из стекла, пейчворк – картина из лоскутков, да, лоскутное одеяло бабушки в старину делали. Сейчас это пейчворк, картина, валяние, бесероплетение, художественное изделие из металла, ковка, кожевенный промысел. Гильдия ремесленников регулярно организует выставки, создает новые площадки для обмена опытом и реализации продукции. Город мастеров – одна из них. Этот проект удалось реализовать при поддержке республиканских и городских властей. За 15 лет мы поднялись на совсем другой уровень. Можно сказать, не только, допустим, уровень какого-то муниципального образования, не только уровень чувашки республики. Когда туристы скупают ваши товары, ваши изделия, это о многом говорит, потому что этот товар распространяется уже по всем странам мира. Совместную работу необходимо продолжить, уверены обе стороны. Создать отделение гильдии в районах республики, оборудовать торговую зону в Чебоксарском речном порту, уменьшить налоги. Преместленники поделились своими идеями с органами власти. И по традиции в праздник не обошлось без подарков. Лучшие мастера получили грамоты и благодарности. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.